Мотоциклы и грузовики, квадроциклы и мотовездеходы, ну и внедорожники, разумеется. 75 экипажей из 20 стран и 10 дней напряженных и захватывающих соревнований. Всё это новый ралли-рейд «Шёлковый путь», стартовавший перед выходными в Астрахани, который руководитель гонки Владимир Чагин назвал столицей ралли-рейдов России. И действительно, эти места прекрасно известны всем любителям быстрых внедорожных гонок. В классе внедорожников участвуют 40 экипажей. Основными фаворитами считаются Владимир Васильев и Алексей Кузьмич на BMW X5, а также Денис Кротов и Константин Жильцов на мини. Команда «Газрейд Спорт» выставила в этом классе три «Газели» и ещё три автомобиля «Садко» в грузовом зачёте, где кроме них на старт вышли четыре «КамАЗа» и два боевых «МАЗа». Десяток пилотов решились выступить в мотоциклетном зачёте. Расписание напряжённое. В окрестностях Астрахани состоялся пролог и первые три спецучастка. Затем участники отправились в горы через Дагестан в Чечню. После этого их ждёт степь Калмыкии, а дальше гонка отправится на север, в Липецк и Москву. Финиш намечен на 16 июля у стадиона «Лужники». В общей сложности участники проедут четыре с половиной тысячи километров, из которых почти три тысячи придутся на боевые спецучастки. Гонки будут преимущественно грунтовыми, но экипажам придётся столкнуться с самыми разными типами покрытия. Песок, дюнеты, то есть невысокие барханы с острыми вершинами, и фэш-фэш. Так на дакаровском сленге называется «всепроникающая мелкая грязевая пыль», которая застилает всё вокруг и лишает видимости преследователей. С самого начала гонки на всех спортсменов, включая фаворитов, обрушился шквал неприятностей. Разбитые подвески, оборванные карданные валы и полуоси, пробитые колёса, да и банальные проблемы с навигацией принесли в первый же день больше сюрпризов, чем можно было ожидать. Жертвой технических проблем стал женский экипаж во главе с Анастасией Нифонтовой, прежде много лет выступавшей на мотоцикле. Впереди ещё больше половины гонки, участников наверняка ждут сюрпризы. Однако по итогам четырёх спецучастков экипаж Владимира Васильева и Алексея Кузьмича лидирует в зачёте внедорожников. Дмитрий Сотников и КамАЗ-Мастер самые быстрые в грузовом зачёте. Среди мотовездеходов лучше всех показывает себя Дмитрий Черкесов, а Александр Максимов и Алексей Наумов лидируют в классах квадроциклов и мотоциклов соответственно.